Здравствуйте! Вас приветствует лучший дуэт страны! Георгий Черданцев, Константин Генич. Мы будем вместе с вами в течение этой футбольной феерии. И надеемся, что наш комментарий будет не менее фееричен. Состав локомотива. Команда сыграет по схеме 4-5-1. Двое ярких вингеров и плеймейкер будут снабжать нападающего мячами. И смотрим на состав ЦСКА. Основная атакующая мощь команды сосредоточена в линии полузащиты. Ну что, рассчитываем на высокий прессинг? Защитник подальше, отворот выносит мяч. Посмотрим за этой атакой. Футбол быстрая игра, только что они атаковали, теперь надо бежать в оборону. Здорово реализуют моменты сегодняшние гости. И подошли они к этой встрече с рекордом лиги по забитым голам. Да, нападающие у них в этом сезоне работают просто превосходно. И мы, конечно, увидим их сегодня во всей красе. Есть шанс выйти вперед! Достает голкипер этот мяч, но не может удержать его в руках. Баграмя. И в зону атаки мяч переходит. Терпеливо ждут они своего шанса. Ну, пора подавать. Момент для удара. Хороший удар, но каков защитник, а? Владислав Игнатьев. Ведран Черлук. Лидирует в чемпионате ЦСКА. И кто скажет, что это неожиданность? Действительно, клуб уже приучил публику воспринимать его как постоянного претендента на самые высокие места. Слушайте, ну это просто Барселона-Гвардиолы в лучшие времена. И это шанс забить! Здорово сыграл игрок Баграмя. Забрал мяч в прыжке. Молодец! Сегодня нам предстоит посмотреть на поединок равноценных соперников. И московский клуб ЦСКА, и противостоящая ему сегодня команда могут показать добротный и яркий футбол. Поэтому спрогнозировать исход этого противостояния чрезвычайно тяжело. Может получиться интересная атака. А мяч уже у соперника. Но так нельзя играть в обороне. ЦСКА готовится исполнить угловой удар. Георгий Щенников! В этой атаке оборону пройти не удалось. Атакующая комбинация ЦСКА. Продолжает владеть мячом. Очень долго. Пора бы уже как-то обострять. Защитник надежен. Разрядил обстановку. Дал возможность передохнуть своей команде. Вагнер Лав. Первый тайм завершается. Голов ЦСКА мы пока не увидели. Тут может что-то получиться. Нужно выходить. Алан Касаев отражает эту атаку. Но мяч еще в игре. Он с мячом. А продолжает накручивать одного за другим. Ну забивай! Орен Баграмян. Такой важный гол. Благодаря ему они сумели выйти вперед. Это гол в раздевалку от ЦСКА. Очень своевременный гол. И на перерыв они уходят с хорошим настроением. 1-0. Сейчас будет веселее. Две минуты добавляется. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Вагнер Лав. Уходим. Перерыв закончен. Команды на поле. Арбитр дал сигнал начинать. И у нас второй тайм. Поехали. Атака прервана. Мяч улетел куда-то в сторону. Вагнер Лав. Армейцы атакуют. Здорово. Удар нужен. Алексей Миранчук. От углового флажка ЦСКА ведет мяч в угол. Фернандес. Удар. Абатна. Удар головой. Мяч в воротах. И это гол. Забит гол. Это главный итог момента. А красиво, некрасиво, сильно, слабо. Это уже не важно. Потеряли концентрацию соперники ЦСКА. И вот, пожалуйста, результат. Прекрасная подача в нужную точку. И не менее прекрасный удар головой. И вынимай мяч из сетки. Совсем необязательная потеря. Перехват в центральной зоне. Владислав Игнать. Пока неплохо. Великолепно исполненный пас в разрез. Касает. А тут что? Гол. Гол. Еще раз гол. И вот вам, пожалуйста, свидетельство тому, что футбол это прежде всего игра. И здесь ситуация может в любую секунду измениться. Гол, конечно, из ряда вон выходящий. Потому что, как мы любим говорить, ничто не предвещал. Армейцы в атаке. Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него остался. Отличный момент. Алексей Миранчук. Гол. 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 Этим мячом они упрочивают свое преимущество. И, надо сказать, счет по игре. Но такой удар на технику, конечно, очень сложно отразить. Если попадаешь в ворота, то это практически точно гол. Да, пробил очень аккуратно. И точно, и практически без шансов для вратаря. Сейчас мы увидим замену в команде хозяев. Да, будет остановка. И кто-то из игроков покинет поле. Хорошая фланговая атака намечалась, но удалось защитнику ее прервать. Детская ошибка. Просто подарил он мяч сопернику. Чисто отобран мяч. Забивать надо и отыгрываться. Здорово сыграл голкипер. Ни шанса не оставил сопернику. Атакующая комбинация ЦСКА. И удар должен последовать. Великолепный гол. Ну что, хорошим мы увидели гол. Красивое исполнение и высокое индивидуальное мастерство. Да, очень смело здесь сыграл игрок. Он взял инициативу на себя и, как мы видим, не прогадал. Алан Касай. По всей видимости, замена готовится у команды хозяин. Вливает свежих сил. И как опасно пробеял. Да ну, это совсем никуда не дадится. Островно сыграно хороший пас. И в зону атаки мяч переходит. Он бьет. ЦСКА отправляет мяч в сетку. Статный гол получился. Что и говорить. Ну, тут надо голевую передачу отметить в фланге. Навес получился просто на заглядение. Оставалось его только замкнуть. Еще раз смотрим гол. Отлично разыграли. Очень хорошо пробел игрок. Стандарт действительно удалось реализовать. Классно. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. И этот навес становится легкой добычей защитников. Многие считали армейцев фаворитами в этом поединке. Но никто не мог подумать, что соперник... О, он накручивает соперников одного за другим. Удар. Опасно. Сейф. Ну, атака продолжается. До конца игры 7 минут. Похоже, что встречу команды просто доигрывают. Что-то говорит сам за себя. Это может быть опасно. Отличный отбор. Но мяч-то кому достанется? Какая техника. Как он обращается с мячом? Вы только посмотрите. Удар! Прекрасный гол. Первый гол добавил ему уверенности. И он забивает второй. Оформляя таким образом дубль. 6-1. 5 голов преимущества. Ну, как такое отыграть? Последняя минута второго тайма. Три минуты добавлено к основному времени. Посмотрим за этой атакой. Все, матч окончен. Победа.